Но забанили бестмастера Минески, знают, что ОГЛ любят через него играть, и вряд ли это лансер собирались пикать Минески в этом случае, если они так банят именно бестмастера. Наверное, какого-то прыгуна они опять хотят. Опять? Возможно, это Эмбер. Да не, Эмбер вообще против Shadow of Finland не самый лучший герой. Это да. Но кого тогда они хотят взять? Именно сингл такого чувака. То есть это не лансер явно. Сингл чувака. Сингл чувака. Сингл чувак. Сингл чувак. Нужен хороший сингл чувак. То есть есть у нас Леона подобный герой. Сингл чувак, аппарат на ферст пик. И Драгонайт. И Тайтхантер. И Арбус еще. Все. Идеальный пик создан. Сингл чувак. Нет, сингл чувак это не идеальный, потому что он контрится бестмастеру. Если ты баним бестмастера, то можно брать сингл чувака. И берем сингл чувака с аппарата. И сингл чувака. Да? Все верно. Все. Получается, что легко победить. Видишь, какая Дота простая игра. А ты, Александр, знал про это все? А теперь знаешь. Почаще заходи в Налитико. Хорошо, спасибо. Если почаще буду заходить, то я буду только знать об этом. Делать не получится. Так что спасибо, Егор. Ждите от нас сингл чуваков, аппаратов, арбузов. От кого от нас? От нашей новой команды. А я есть в ней? Конечно. Ай, хорошо. Вот аппарат уже. А вот аппарат есть. Сейчас сингл чувак. Ну что значит сингл чувак будет? Давайте посмотрим. Не, погоди. Против Винтера Виверна сингл чувак тоже уже не так хорош. Правда ведь? Ну, да. Ну и против Лансера тоже Виверна нормально себя чувствует. Ну не особо, на самом деле. Ну уж получше, чем всякие Рубики. И прочие парни с упортящего плана. Это новый тип героя. Парни с упортящего плана. К парням с упортящего плана относится Леоноподобный герой. А парат на ферст пик. Арбуз это как такой, типа кор с упортящего плана. Кор с упортящего плана. Это уже слишком тяжелая терминология. Я записываю секундочку, Егор. Сложно. Смотрите, Найт Сталкера заезжает. Интересный поворот. Это, видимо, Найт Сталкер для Монминдера? Да. Вместе с Undying в сложный коридор? Да, может. Ты просто... Может быть, на NS Support. На NS Support. Зомби на карду. И будут они ездить там вдвоем? Может быть и так, да. Ну, ты знаешь, что Найт Сталкер с Undying, что просто Undying. Все это полная фигня. Если враг сейчас возьмет под аппараты еще одного хорошего парня со станом и нормального кэри. Притом, неважно почти каких героев, слишком большой уж урон. С лапок. Получается? Ну, тогда ничего не мешает Найт Сталкерам пойти развлекать другие линии. А на Зомбаку просто постоять там как-то поаккуратнее. Все равно сейчас так люди не играют, чтобы вообще ничего тебе не оставить. Это очень редкая ситуация. Всегда можно выпустить рейнджовика вперед. Ну, то есть, первые экспуты почти всегда получаешь. Вот. Дальше, там, за руну пойдет война. Кто-то по-любому уйдет. Даже с ТПшки Варт можно поставить. Поэтому, то есть, если у вас не получается прийти на харду и натворить там каких-то интересных вещей, то можно всегда оставить там одного брата и идти другие линии гнобить. То вот, не по спорту. Ну, и тем более, вот такие герои, как аппарат, допустим, он самостоятельно никуда не пойдет. То есть, если этот тусик будет с упортом, или же, ну, им придется идти вдвоем. А тусика с аппаратом вдвоем на руне поймать, в принципе, зомби с баланаром разберутся там легко. Вот такая вот история. Они сейчас думают, что им нужен ли оноподобный Рубик, но, опять же, Рубик против Найт Сталкера и Андайинга сомнительный персонаж. Но хотят они его, но думают, а надо ли? Вот, уверен, что сейчас вы головой на такой мозговой процесс. Да нахрен нужен Рубик? В прошлой игре я тоже действительно думал, что Рубик, он вообще там ни к силу ни к городу, но видишь, как получилось. Вообще, в прошлой игре я не хочу, я выкину из жизни, потому что все не так пошло, как я предполагал. Ох, ты ясные дни оставишь себе, а хмурые судьбе. Да, а Минески в первой игре отправлю судьбе. Вот, так что сейчас я уже вижу, как они вот прям сзади меня сидят, и вот они уже все, да. Они готовы? Да, уже, уже все, конец будет. Ну нет, сейчас им надо еще две игры выиграть срочно. Опа-на! Выиграли, 24 минута. Собственно говоря, до новых встреч в эфире. Ну, вообще, да, к дровке мы всегда относимся скептически, но она, по-моему, так и не лузнула. Да? Ну, да. Ну, два раза или Дастер выиграл. Интересный... Лодал узнул на ней. Не, ну, мы не берем, мы берем доту. Это команда мне статистики. То есть... Пик, на самом деле, очень интересный все равно у них. Получайте, даже как бы врагов вроде Night Stalker, Undying, а ты хоп и дровню бахнул. Но, с другой стороны, с другой стороны, Queen of Pain в миде еще лучше против Shadowfinda. И если к дровню, к визажу бахнут через какого-нибудь, можно ранжового, а можно милишного парня, сильного, такого плотного, то, в принципе, на линии к ним тяжеловато приходить. Ну, урон-то там, ой-ой-ой. Нет, туда-да, туда уже особо не зайдешь. Какой-нибудь, действительно, Vengeful Spirit более-менее выглядит. Ну да, ничего такого. Ну да, она мне прям люба с аппаратом в комбе, ну а тем более с дровней. А я бы взял с Санкинга. Кого? Санкинга. К дровне. Санкинга. Да, писачка. Потом копаешь и уже такой... Ну да, хороший, хороший. Хвостом. Да, хвостом. Все, что с хвостом, это уже хороший герой. Кирос! У него есть хвост. Два. Две головы и два хвоста. У него два хвоста? Конечно. Электрик. Вот, ну... Что же тут будут... Вообще, сейчас, если к КСФу никто не придет, ну, в начале, как это... Просто пустая линия будет. Из своих братьев КСФу никто не придет помочь, что Квапа под дровкой вообще там такое с ним сделает. Но Виктор придет, Виктор, Вивер на прямом придет. Виктор, возможно, да. Смотри, если Виктор придет и Найт Сталкер придет, например, на сложную, то Тузик будет себя круто чувствовать. Да вообще Тузик будет себя круто чувствовать на линии, как чую, потому что Виктор уйдет, Ондайн скорее всего пойдет в сложную, а вот Найт Сталкер Лансер Тузку ничего не сделают. Ну, да, то есть могут повыгонять его, но прям так, чтобы без Экспейн не может. Ну, он там вообще может нормально разжиться. Но единственное, что вот, чем силен этот Тузик, когда доходит до его тавора, то любой керри должен отойти от крипов, потому что в противном случае он тебя возьмет в шарды и еще может заблочит, ну, и это все уже мы не раз видели, как заканчивалось. Павлик из команды Вега Сквадрон часто любит постоять на герокоптере, когда его Тузик закрывает и убивает. А вот Спейл такой герой, потому что он просто выпрыгнул и пошел все дальше гулять. Поэтому, то есть они, в принципе, могут оставить один на один Тузик и Спейлом, и там будет все хорошо, и пойти вдвоем. А как вы думаете, коллеги, это какой позиции герой будет? Оффлейн или суппорт? Кто? Да суппорт, наверное. Вот, ну, Венгана просто, она читалась, конечно, но просто ланцер взять и что делать с ланцером? Ну, честно говоря, против ланцера Джекки Рос был бы неплох. Да можно было суппорта сделать к Тускара и взять какого-то чувака, который что-то ланцеру может представить. Ну что, у Минески 25 минут? Ну, вообще, у Минески есть 25 минут, да, где-то, чтобы победить. Начинается вторая карта Минески против ОДЖИ. Передаем слово Виталию и Роману. Хайп, 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 продолжаем нагонять, шутка. Ха-ха-ха. В общем... Да, интересная будет игра. Я надеюсь на этот раз, потому что есть дровка. С дровкой и с Вингой неинтересными игры быть не могут. Ну, как сказать, они бывают двух планов. Либо это, ну мой бог, что они творят какое классное исполнение, либо Азазасасайлалка. Либо, боже, как же их избивает этот Найтсталкер. Да, 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 да. Вспоминаем Эллидана на Интернешнл, но там, правда, немного другой был расклад. Собственно, стратегия у Минески до боли напоминает то, что происходило недавно у Virtus.pro. Но у них получилось тогда продавить с этой дровкой, там у них еще визаж был. Но у Virtus.pro был визаж, и это самое главное, что было у Virtus.pro. И у них был вилл на этом визаже. А здесь у нас джулс, знаете, что-то паришнее. Квапа в миде от товарища Ку-Ку, а Raging Potato на Draw Ranger играет в легкую. И пойдет же сего, что будет играть на Венгера, а Йорна Тускари у команды Минески. Да, ну и у OG Miracle, мы видим, на верхней руне стоит на SF. Рядышком с ним Крид, Винтер Виверна. Чуть выше Мунминдер на Найтсталкере. Также где-то рядышком с мидом, смотрю, тусуется тут флай, такой плотный тусич. Но и внизу уже No Tail на Фантомансере. Да, по линии, в принципе, кажись, все понятно. Не совсем понятно, что здесь пока делает Венга. Райор находит ПЛ. И, кстати, тут No Tail можно неплохо так похарасить. Но вообще, если что, его могут тут вообще закопать. Он будет пытаться через деревья сейчас, возможно, уходить. Ай, шардами промахивается, лоу. Да, дело в том, что... Да ладно, он еще не ушел. Тут не поверили сами в себя. Если бы Минески поверили, они бы его реально укатали. Ну, он будет хороший ФБ. Да, конечно, он вроде бы и плотный, но у Венги бы там еще один стат откатился. Манки бы она сейчас выпила, там ее все равно ПЛ бы не бил. Да, да, да. И в итоге могли делать ФБ здесь Джесси Вош вместе с Райором. Сами не поверили в свое счастье. Или в то, что он здесь один. Да, вот скорее именно в это не поверили. Ну, в итоге мы видим, ФБ не произошло. И разбегаются. Это 150-я игра Джулза в составе Минески. И 150-я игра Райор на лане. Двойной юбилей. Майлстоун юбилей у команды Минески. Посмотрим, будут ли эти игры успешны. Потому что в последнее время вот эти Майлстоуны, они что-то... Я помню, тысячная игра Сайлента. Первый там, кто за тысячу перешел. И была проиграна в Салате. Просто эта игра. Такое бывает. Не всегда. Ну, мы знаем и в традиционных видах спорта. Там очень часто бывает, что кто-то играет свой 500-й матч. Там 0-4 проигрывает команда дома. Ну, все бывает. Там с автоголом. Да, да, да. И в уже исполнении. Да, да, да. Такие вещи действительно иногда происходят. И это неприятно. Так, ну что ж. Мундмейндера тут пока пытаются гонять на топе. Причем из-за того, что дровка вкачала Аура на первом левеле. Естественно, это нельзя сделать просто так. Потому что с тапком-то, товарищ, достаточно шустер. Ну, с руки вы просто бейте. Действительно, такое себе удовольствие. С Мундмейндером. Нет, слушай, винга пришла. Винга пришла. Сейчас буду добивать. Это может быть фраг. На вингу не попало бафом. Надо подстопить Джесси Бошу немножечко. И еще два выстрела по Мундмейндеру. Не может он стопить. И уходит отсюда. Мундмейндер. Ну, вот, вот. Вот эта дровка с Аурой. Если вы конкретно имеете план убить сталкера, почему не вкачать стрелы? Не, ну, может быть, этого плана не было. Хотя стрелы в единицу я всегда считаю, что нужно иметь. Ну, да, да. Не, конечно, пять урона это вроде бы прикольненько. То есть, ну, такой плохой бонус. Но ты стоишь против на сталкера на легкой линии, ты все равно будешь всех хрипов добивать. Этих плюс пять, это, в принципе, не так важно. Ну, да, а так ты его можешь вообще нереально напрягать. При этом, ну, убегать ему будет достаточно тяжело. Да, в итоге уже дважды можно сказать, что ФБ упустили Минески. Потому что могли делать ФБ снизу, могли делать ФБ сверху. А, ну, в итоге мы видим, ФБ не произошло. И OG, я вряд ли им за это спасибо. Ноутейл снизу фармит. Флай ему помогает. Райора уже немножечко отогнали. Хотя третий левел есть у Тусика, и это хорошо. Ну, и SF в миде восемь четыре. SF переигрывает пока ку-ку. Пять четыре ку-ку. SF в восемь четыре. Это довольно странно. Потому что SF за Радиент, которому мы еще и вот уже начали стакать. Это будет проблема потом. Да, ну, поглядим, как будут пытаться с этой проблемой справиться сами Минески. Пока мы видим эту Вингу первого уровня на третьей минуте. Которая тоже... Ну, она сейчас пытается, конечно, выйти где-то на Соли. Да, вот видим, тоже в миде появляется Джесси Ваш. Ну, не, не выходит пока. У него первый левел ноль экспы у этой Винги. Ну, я помню прошлую игру с его Спиритбрейкером. Неопытная, очень неопытная Винга. Ну, вот наконец-то начала получать хоть что-то. Ну, вообще Винга хороший, конечно же, герой. Для начала игры у нее стан есть, мы знаем, да? И аура, в принципе, хорошая. Но, опять-таки, для этого нужен ей левел. И не должна она быть, ну, прям совсем-совсем куском. Пока она создает какой-то экшен. Но, по-моему, Мираклю, в принципе, пофиг на это. Тут стоит Вард, они четко видят, куда эта Винга побежала. Что она взяла хосту, где она побегала. То есть, пока, ну, Винга никакого, никаких неудобств не приносит, скажем так. Да, да, действительно. Ну, только пришла, что-то, немного подкушать экспы у Дровки. Ну, окей, пусть подкушает. Ну, 100% винрейт SF Online к связочке у команды Ужи. У них вообще с СФ хороший очень винрейт. Миракл очень качественно отыгрывает на этом персонаже. Да, и игра ОДЖИ заточена под СФ очень классно. Да, и вообще у УДЖИ винрейт, в принципе, хороший. Да, 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 тут тоже есть такой показатель. Команда навыигрывала огромное количество матчей. В общем, у них огромный стрик, и мы об этом знаем. Там Миракл чуть квапу не убил. Райор, Райор, как хорошо стопит его Ноутейл. Ноутейл, что творит Ноутейл? Плочит он дальше. Ноутейл, просто царь и ФБ забирает здесь Флай. Как же качественно все сделал здесь Йохан. Сунстейн, ну, блин, прям красота. Так четко Деппельгангером за спину сразу же по стопить Райора, чтобы он... Ну, Райор понимал, что тут, ну, юзай, не юзай. Никакой тебе сноубол ничего тебе не поможет. Ну, ты ФБ от Ноутейла. Красавчик Ноутейл. Да, неплохо, неплохо сыграно. Посмотрим, что будут делать Минески дальше. Потому что Фантом Лансер тут в идеале должен убивать вообще всех без шансов. Но, опять же, если слишком рано начнут давить Минески, у них еще будут шансы. Пока, пока, пока выход на СФ опять в мид планируется. Опять же, Сиваш здесь. И СФ, кстати, далеко вышел. Да, получает он я. Тут Виверна взлетает. Будет типа помогать. Залетает так же стан. Идет сразу же под сейв. Ну, не надо тратить заряды сейчас своих тычек. Лучше бы Виверну все это время били, потому что СФ все равно бы замерз. Кстати, Виверну бы убили. Там по одному удару бы скинулись Виверне. И потом бы добрали бы СФ. Но, в итоге, мы видим, забирает только Миракла. Такая интересная комбинация получается. Колд Эмбрейс и Колд Фит. В итоге ты сразу после под сейва замерзший появляешься. Слушай, Рейджинг Потейто от Монминдера пытается убежать. Монминдер за ним до конца. Сейчас будет еще один Войт. У Рейджинг Потейто есть только стрелы. Сбивается Хилл, а Монминдер не отпустит. Не отпустит. И Ройер внизу там погибает. И Ройер погибает от Андаинга. Ну, блин, ну как? Ну, как? Ну, что ж так? Когда Монминдер на Слардаре убивал, еще куда не шло. Но Найт Сталкер только-только отправляется куда-то в Мидвенгаб. Мидия. Хорошо. Клопаст, Суник Вейвом. Клопаста. Очень качественный дублкилл. Да. Ну, и мы видим, что минус Виверна, минус Асэп. Только я хотел сказать, что пока Винга куда-то с Сафаришным отправляются проблемы огромные в мейнкерри. Но мы видим, справляется очень четко своей задачей. Ку-ку. Кстати, интервью с этим товарищем мы брали. Зайдите на YouTube канал. YouTube.com. Slash Dota2Ruhab. Рассказывал он и менеджер команды Минески. Рассказывали про филипинскую доту, про команду Минески. Про то, как развивается дота. То, чего им не хватает. И то, чего у них в излишестве, скажем так. А это подписчиков на Facebook. 1 миллион 400 тысяч подписчиков у команды Минески на Facebook. Но тыл! Сорян, братан, ты замерз. Да ладно. Доппельгангер на хайграунд и шардами не достают. Я был уверен, что он замерз. Немного некачественно закрыли шардами. Почему? Потому что тут вард стоит. То есть вижен был. Его могли с лоу-граунда потом расстрелять. Как бы два ранжевика. Паришин там Винга. Но Туск опять... Вот Тускар какой-то странный. Он сейчас, кстати, умирает от всех. Не-не, сноубол есть. Он все равно умрет. Он может катиться на нейтралов. Куда-то вкатывается. Сейчас там у Миндера погибает. Ну, блин. И еще и у Джесси Уоша проблемы. Хотя здесь Ку-на-Пэй. А куда без Ману идут драться эти ребята? Мне первый вопрос. Потому что заберут они Вингу. Чуть не уйдать. Ну, я еще. Миракл, Миракл, Миракл погибает. Ну, Миндер убивает Джулса. Вместе с Флаймом. Теперь бить Ку-ку. Ку-ку делает еще один враг. Ку-ку должен до конца. Ку-ку должен прыгать. Есть у него Даггер второго левла. Крик скоро будет. Флайл. Стопит. Даггер надо Флайм. Просто так его добивает. Трипл килл от Ку-ку. Куда они полезли? Я не знаю. Это называется OG. Давайте затоптим их просто своим левым кроссовком. Крит. Крит. Ку-ку. Нарал. Холд Эмбрейс. Сейчас будет еще один Крит. Да, ему по-бравану. У него еще 8 зарядов в стике. Да, вот он их прожимает. И это минус Крит. Ультра килл от Квапы на 8-й минуте. Боже мой, OG, что вы творите? Ну, OG действительно здесь знатно фиданули. Мун Миндер, я думаю, это было в TeamSpeak'е вот так звучало. Типа, пацаны, ночь, я побежал. Такие, братан, нет маны. Такие, все нормально, пошли. Сейчас развалим бомжей, мне кажется. Сейчас развалим бомжей, да-да-да. Если обговорить, чувак, у меня даже на Shadow Race нет маны. И душ я еще не добил. Нормально все будет, пошли. Там Квапа. Нормально все будет, я сказал. Ну, Квапа в итоге там выдала Крика 3 или 4. Там на всю ману раскастовалась. Было очень неприятно. Квапа прыгает дальше. Хочет забрать еще и фантом лансера и забирает Ку-Ку монстра килл. 8-0-0 у Ку-Ку на Queen of Pain. И через 5 секунд появится руна. То есть он и так фуловый. Я не знаю, если это будет либо дабл даймодж, либо хаста. Да все что угодно. Просто DD убивать в миде людей. Ну вот, DD есть. Убивать в миде людей возможно сейчас будет. Вингей, четвертый уже уровень. Появляется второй Wave of Terror. На топе Мунминдер Джулса может сгрызть и сгрызет, сгрызет. Да, но вот Мунминдер. Ну, телепортов нет никаких. Вообще ни у кого нет телепортов. Единственный Дроурейнджер он в кулдауне. Остальные, ну просто. Вот тот же Рейор, чем ты занимаешься внизу? Чувак, зайди в магазин, купи ТП. Ну да, если бы он прилетел на топ, там убили бы даже Мунминдера. Да убили бы сталкера вообще без вопросов. Вот в итоге нету, нету конечно Филпы никакой. Так, ну что, должны сейчас OG немножко успокоиться, потому что Queen of Pain что-то как-то это. Разошлась. Разошлась, что-то как-то нельзя так давать людям вообще разбегаться, потому что, ну, ничем хорошим это обычно не заканчивается. У нее 5400 нетворца, если она вынесет быстрый сайленс. Это же просто смерть-смерть, гроб-череп, как там дальше, да? Крест-крест-череп-гроб. Крест-крест-череп-гроб, да. Это же, это же куда. Если он получит реально сейчас Орхид, то бедному No-Tail'у я вообще не знаю, куда деваться. Да там всем будет очень мало куда. Он должен умирать. Вместо для тивани. Смотри, опа, Крит. Крит, Даги. Ну, сейчас он сам может, кстати, загулять. Нет, нет, у него ДТ, а он Крита добьет. ТП, а вот Ку-Ку Монстр Килл так на халяву отдал. Вот, и я только и хотел сказать, что теперь подобная фигня от одного Ку-Ку у нас произошла. То есть слишком поверил в себя, слишком поверил в то, что он может убить ту Виверну. Но в Селенова ты не можешь ее убить просто так, потому что OG, они уже получили достаточное количество оплевок для того, чтобы одуматься. Кстати, вот он Апаришин с шестым уровнем начинает заплевывать. Да, Монминдера убили на топе тем временем, и действительно заплевывает уже Апаришин, уже неприятно. Дровочка-то понемногу, по чуть-чуть, ну тоже восьмой левел взяла, и у нее уже есть ПТ, уже понемножку в Сенжин Яшу будет выходить, есть Морубит Маска. И дровка-то уже имеет хороший дэмэдж, уже 180 дэмэджа почти, ну нормально. Эта девочка, она хорошо справляется со своей задачей пока что, то есть левел хороший, артефакты имеются, причем все на ловкость включено для того, чтобы команде давать лишний армор, не армор, а дэмэдж, конечно же. Так что и вышку забрала очень быстро. Да, то что надо. Все как положено. Да, если мы раньше про Ньюби Янг, про Аноун, даже про Минески с легкой подачей ласта говорили, наши мальчики, то здесь, наверное, Минески с пиком в Кмин оф Пейн на Дроврэнджер и Венжфул Спирит наши девочки, наверное. Ну да, тут серьезная команда девочек, реально не хватает, наверное, только ВР-ки с Линой какой-то условной, да, и все, это был бы такой девчачий пик. Да, было бы весело понаблюдать. Да я уверен, что где-то на Аматорке подобными пиками там раскатывают людей. Да, я видел где-то в одном из профессиональных матчей, ну не в одном, даже несколько раз обращали на это внимание, что просто женский пик просто берется полностью и так далее. Не, ну это когда-то развлекались разные команды, там брали рыбный, рыбный пик, там Свардары, Сварки, скелеты, да-да-да-да. Там были, были. Рыцари, рыцари там были. Там морозные герои тоже были, то есть там синие, зеленые. Ну, делать людям нефиг, вот они развлекаются. А что такое? Не, ну это прикольно, что это нормальные такие стратегии. А Квинов Пейн, 5800 у нее по-прежнему, прежнему впереди Ку-Куо, отдал монстр, ну хотя бы Небианко, отлайк, скажем так, отдал. Ну да, да, лучше сейчас умереть, чем потом. И причем на четверых поделили, так что, в принципе, денег там особо-то не заработали OG на этом. Ну, тут на подходе уже второй обливанстав, подрубается ночь. Но это такая себе ночь, просто как акт устрашения от Муна. Дровка очень далеко зашла, должна понимать. Дровка вообще первая, кто после этой ночи должен был просто нажать тэп-аут. Но в итоге нажимает, нажимает и улетает. Долго-долго думала, в итоге перемещается все-таки сюда. И пытается Рейджинг Потейт, наверное, вместе с Апаришном, если еще с кем-то, спушить, наверное, еще нижнюю линию. Хотел сказать, что Квапе нужно быть осторожнее, но нет, у Виверны шестого уровня нет. Поэтому просто так поймать Квапу сейчас почти невозможно. И в этом как бы ее сила. Тут свап, встан должен быть. Да, так и есть. Квапа хорошо задувает. Но слишком долго реагировал вообще Туск. Туск вообще какой-то слоу-по. Культаппарат окачественный, по двоим, даже по троим. И Миракл погибает. Успел ультонуть проблемы у Ку-Ку. Ку-Ку, лоу-хпшный, есть у нее урна. Отбивается, отбивается от всех сил. Зомбор за ним бежит. И тут же Ноутейл добивает. Это уже минус два. Ну и выигрывает драку здесь ОГ. Райор пытается уйти от Мунминдера. И может, кстати, не уйти отсюда. Там урна еще есть. И вот с урной добьет его здесь Найт Сталкер. Хотя там были стики. Подтягивается Апаришн. Но а что Апаришн тут сделает? А вот так вот. Хорошие шарды. И Мунминдер замерзает, добьет ли его. Ну, добьет, 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 Челс. Ну, тут хорошо, Челс прилетел очень вовремя. На самом деле, ну, Тускар, он реально какой-то тормоз. Вот, чтобы никого не обидеть, но он тормоз. Потому что в момент, когда надо было фокусить СФа нереально мощно, он просто выбирал цель. То есть он к тому подбежал, посмотрел, к этому подбежал, посмотрел. И такой, ну, блин, не знаю, может быть, надо, не надо идти, кого-то убивать. Да, вот говорят, что Райвер, типа, топ-1 на 5-плюс игр на Тускаре, типа, левелап, там, ну, в смысле, КПМ, КСПМ, это безусловно. Но скорость реакции пока что что-то совсем... Да, в этой игре, видимо, не проснулись еще Минески. Ну, может быть, пытается играть слишком осторожно, слишком эффективно старается действовать. Поэтому так долго выбирает, что делать, а не на уровне инстинктов действует. Да, пока, откровенно говоря, Райвер не радует. Нельзя сказать, что там вот, как у Илевена иногда у Йохоум бывает, что человек просто на тусике игру делает, либо там Мойс Айс Айса такое иногда бывает. Здесь пока Райвер игру не то чтобы не делает, он пока толком не делает ничего такого, чтобы могло бы запомниться. Ну, да, да, он там что-то где-то сходил, там вроде бы что-то помог. Ну, ладно, 4 асиста есть, и то хорошо. По общим графикам, пока мы видим OG, потихонечку начинает врываться вперед. Они уже там 2000 золота ведут, и всего лишь 500 XP. Флай, и должен его забирать. Ку-ку здесь, да, флай, и погиб. Да, там яд будет, еще один тик яд, и он умрет. Так и произошло. Ну, а Ку-ку, кстати, в Сайленсе, а Джулс... Не, Муну отсюда тоже надо уходить. Всем нужно вообще отсюда уходить по-хорошему. И Ку-ку, и Джулс, да. Слушай, а Ку-ку-то остался. Не, ну, Ку-ку че... А у нее есть ультимейт, и он говорит, я хочу еще что-то придумать. Мунминдер на него выбегает, и проблемы будут огромные, Ку-ку сейчас. Он успел заметить, он сталкера. Так вот, Квапа с Орхидом. Квапа с Орхидом, почти, почти. С Орхидом, надо еще чуть-чуть подколядовать денег. Ну, блин, появился бы минуты на две раньше. Было бы, конечно, намного лучше. А, не-не, все, готов, Орхид. Хорошо, она забирает, тем временем, Минески. И пойдет туда, в Инвизе, может зайти спокойно туда, товарищ Миракл. А спокойно ли с Андряков там нет? Нет. Нет, не готовы, не готовы к тому, что в Инвизе вообще может находиться СФ. СФ сейчас тут может двоих убить, просто с ульты. У него 11 уровень, у второго уровня ульт. Он сейчас всех убьет и заберет Аегис. Миракл, как же больно! Вот вам и Инвиз. Квапа ныряет в уши, прям на бум, но слишком сложно воевать против четверых столов на Квапе. Какая нелепость произошла только что. Ну, хорошо, ну ладно, ну бывает такое. Бывает, находят руны Инвиза люди. Зачем прыгать вот так вот на эмоциях это называется? Просто на эмоциях ворвалась Квапа. Ну, погибает вся команда вообще. Это Team Vibe получился сейчас, потому что умер еще Райор его в соло, там он Миндер запилил. Да, и минус 5 делают OG, забирает Рошан и забирает Аегис. И внезапно сейчас графику вы увидите. Вертикально просто. Нужно более хладнокровно действовать. Вот Минески, та ярость, с которой они играют, она им сейчас и идет в серьезный минус. На нас включили свет с намеком, что все, сейчас будет ГГ. Возможно, возможно. Да, но это не так, это не так СФ. И опять в Инвизе, на этот раз в Shadow Blade, опять же, всего что-то не ждет. И опять его из Инвизы убивают. Очень неприятно сейчас, должно быть Минески. Как же больно им буквально последние 3 минуты. Да, 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 да. Есть мнение, что это действительно будет самая короткая серия этого плей-оффа. Сколько там, 25 минут им вроде бы давали, но видим, что уже на 16-17 все достаточно плохо. То, что сейчас того же СФ, ну не то, чтобы не представляет с возможным убить, он вроде бы тонкий, только с Shadow Blade'ом одним несчастным. Но Фантом Лансер теперь становится реальной угрозой, потому что у него появляется диффуза, и хороший левел, и хп-шечки много там с Power Threads, квилкой, стиками, грейджинами. Ну, еще и минус Курияр в итоге. Что-то же происходит, вообще все хуже и хуже идут дела сейчас у Минески, прям, прям очень плохо. Ну ладно. Ну не нужно, не нужно так на эмоциях нападать и врываться. То есть нужно здраво оценивать всегда шансы, просто с точки зрения логики действовать и математики. Не, ну может быть он там, может быть ему показалось, что СФ уже битый, либо что у него ультимейт так много дэмэджа наносит. Вот, ну я не знаю, как объяснить это. В смысле битый он убил с первой тычки второго героя, то есть он просто сказал каст и плюху, все, минус 2. Как бы нападать на флоу СФ это просто хреновая затея. Да, ну и тем временем мы видим у Phantom Lines by No Tail, есть ПТ, есть Аквилка, есть Диффюжуал Блейд, есть Мальчик Мон Боттл, более-менее неплохо. Он сейчас любого героя здесь убивает. Да. Он просто кидает копье и убивает почти любого героя, потому что БКБшек здесь, естественно, ни у кого нет, поэтому и диффуза хорошо жгут, и все кружие работы. Ну и там еще Draw Ranger тоже запилили. Ну и побивают остальных, где ТПАУ делает же всего Ширайор, одновременно просто улетели. Хорошо, что не начали оба ТП-шти на Т3 одно, я когда-то видел такую ситуацию, когда люди убегали. А четыре человека и все четверо на один Тауэр полетели, это было полное издевательство. Я обожаю это. Кстати, смотрел новые фишки от НС, там рассказывается про то, что если телепортироваться, например, вот сюда и вот сюда, то время телепорта не стакается. Да? Типа, если на противоположные стороны Тауэров... Ух ты! Ну типа, если на максимальный, на максимальный рейндж так вот ТП-шнется, то да, то тогда одинаковое время телепорта. А вот это, кстати, хорошо. Прикольный амбуз. Ну, конечно, бьюзить его эффективно достаточно тяжело, но... Ну если ты дефишь Тауэр, если вся команда слетается, то сейчас будет влетаться. Ну, сэкономить две секунды, да. Ну, не имеется в виду, если Тауэр стоит не сюда и сюда ТП-шнется, а, например, вот по этим точкам, то есть по горизонтали, да, и это будет довольно неожиданно и неприятно, когда вместе прилетают люди. Может быть, может быть. Люди от этого отвыкли, правильно? Вообще-то оно отвыкли. Миракл, Соло пытается его убить, сейчас Винвиза идет, нет? А, нет, у него Аегис. Ну, потом идет Винвиза, если че. У него Монтастайл уже почти, кстати, готов. Ну, что, ребята без детекшена пошли за СФ-мбудах? Они пошли без детекшена, и Джесси Бож вынужден бежать, нате, плюх Андерс с Лотара, неприятно. А вот тут, кстати, есть уже Сентряк, то есть тут нужно поосторожнее немного бегать из Шеду Финдуо, он может сейчас попробовать найти приключения и найдет их. 12 тысяч голды и 10 тысяч экспы, просто моментально. Да, вот все, этот Рошан, он стал ключевым. Вернее, не сам Рошан, а именно Тим Вайб, то есть СФ дал ульт и убил пятерых, выглядит примерно так. Ну да, хоть там были двое. Да, если OG выиграет, то это будет 650-я победа в карьере Ноутейла. Мы понимаем, что для двух филиппинцев уже юбилейный матч не так хорошо идет, как бы хотелось. Да, ну и напомним, что если выиграют OG, то проходят они в завтрашний день лузеров, можно его так назвать, завтра. А нет, завтра не день лузеров, завтра два матча в лузерах, и финал винеров будет. OG, собственно, будут играть с победителем пары Virtus.pro. Альянс. Вот так вот. То есть с Альянс. Ну я решил сразу немного подагрить всех. Да, чтобы с 9 по 12 место заняли такие легендарные команды, как Team Unknown, Mineski, Vega и Virtus.pro, да? Ну да, да. Нет, спасибо. Я DAC уже пережил, где в топ-8 ни одной нашей команды не было. Может, хватит? Скажем, первый мажор, если так можно его назвать. Да, может, хватит. Но в ВП остается нам только кулаки сжать и смотреть на сегодняшнюю игру. ВП против Альянса есть. Ну, мне кажется, главным аспектом игры ВП Альянс будет то, чтобы Virtus.pro не включили вот этих вот... Да, это не герой. И не подавали Альянсов все, чем они умеют играть. Да, 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 да. Они могут. Тем временем в миде врыв. Есть свап. Сейвят у нас дроху. Джесси Вош очень больно. Ноутейл добьет Вингу. Должен добить. Нет, не добивает. Нет, все-таки иллюзиями должен добрать шар. Спрятали. И... Нет, все-таки добивает. Все-таки добивает. Ноутейл сейвили этого Джесси Воша как могли. Блин, ну это все-то же без ВВР. Да, на СФ только-только подошел. То есть мы понимаем, что он ничего не может сделать. Винга 8-й левел с тапком против товарища, у которого там Диффуза, Яша, у СФ, у Монтастаев. Нет, понятно, что одним копьем Phantom Lancer прогоняет тут добрую половину персонажей. Боже, Райору там тычка просто залетела с Shadow Blade'а и аж страшно, аж поплохело Райору. Да. Ну и плюс вышку на топе сейчас забирают. Ну, Джи. Ну что, выход на Т3 будет сейчас. Рейджинг Потейто здесь стоит, понимает, что, ну, да, взяли мы дровку, да, все хорошо. План был, что мы будем давить, но, к сожалению, мы не давим. И, к сожалению, все плохо. И как-то бы, даже не знаю, что. Как-то бы. Даже не знаю. Да, я вот тоже не знаю, что им сейчас нужно делать. Минецки нужно, я не знаю, попытаться подловить противника на паре ошибок. Вот Клопа, например, сейчас прыгает и умирает. Хотя нет, секунда еще есть времени. Кричит, но вот теперь умирает. Да, то есть, ну, чувак, за тобой идет зомби. Ты никого не видишь на карте. Ну, не просто так он идет за тобой. Ну, Венгар здесь просто стоит и лисует, тоже покибает. Мирок и лечит на флаг. Пытается дровка что-то сделать. Понятное дело, что ничего не сделает. Да, 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 согласен. А не что-то делать. Да, ну. Первый матч сегодняшнего невероятного дня. Я уже написал везде, где можно, что сегодня просто нереальный день будет. Потому что, ребят, Альянс Виртуз Про от СДЭК ЕГЭ и ВИЧ и Гейминг Сикрет. Это просто супергейн какой-то. Прямо какое-то счастье. Ну да, очень много повторов прошлых финалов. Вот недавних. Это и финал Интернешнала, и финал Наньянга. И Альянс Виртуз Про. И Альянс Виртуз Про, да. Ну, собственно, тут есть совершенно субъективный интерес у нас с вами. Битва за жизнь. Нет, ну Альянс Виртуз Про, рубилово двух европейских команд. Факер против НСа. Факер против НСа. Да, Факер, ну что там Факер и против НСа. Ну, хотя, может, НС тоже за Альянс будет болеть, кто его знает. А Факер за Виртуз Про, прикинь? Да, вряд ли. Мне кажется, Факер скоро в бороду себе буквой А выбрит, специально отращивает. Кто-то же сделал татуировку там на Reddit, я думаю, вы следили за этим. Да, было дело. Ну, это, не знаю, каким надо быть идиотом, чтобы сделать татуировку Альянс себе. Команда, которая просто дисбандится и распадется через два месяца. И у тебя татуировка на всю жизнь. Не, в принципе, дело не в этом. Это хотя бы не бабочка на кресце, начнем с этого. Так что, если человеку нравится... А бабочка это что-то плохое, типа, да? Ну, если бы тебя было, думаю, бабочка на кресце. Да, это было бы не слишком круто. Было бы не слишком круто, да? Да, да, да. Окей. Хорошо. Нет, почему-то у пьяных людей всегда возникает идея что-то себе вытатуировать. Бабочку на кресце. Почему-то у трезвых людей такие идеи редко возникают. Ну, кроме КСЕО. Здоров, КСЕО. Да. Привет. Так, ну что, на топе. Зажимает, зажимает LG. Ну, и будут заходить на хайграунд скоро. Да, немножко печально смотрится матч. Будем откровенны. Жаль, что Минески не смогли вообще ничего противоставить команде OG. Понятное дело, OG шли бешеным фаворитом. И по котировкам букмекерам, и по всем прогнозам. Ну, в душе мы надеялись, что могут Минески показать ту игру, как в группе. Ну, как мы видим, когда пацанам не дают Хускара с Дазлом, все не так уж и хорошо. Нет, в принципе, в принципе, Минески, я думаю, еще могут дать бой. Я просто вот только что обратил внимание на урон Квапы и понял, что он едва ли не больше, чем дэмэдж Шедоу Финда с руки. Просто за счет того, что там венга и дровка. И, по сути, если грамотно вести позиционку, если немного раскайтить там какого-то условного ПЛ, если он чуть-чуть ошибется, как бы со сталкером вообще проблем быть не должно. Это просто мясо, так же, как и зомби. Все остальные, ну, опять же, позиционка, позиционка, еще раз позиционка. Нужно очень четко действовать. Ну, пока стоят на базе Минески, не могут никуда толком выйти, не могут ничего толком начать. И вот мы видим Райор с блинком, кстати, на тусике. Куку с БКБ. Ну, действительно, дэмэдж есть, дэмэдж есть. И можно, если стоять на хайграунде, и враг будет заходить, можно его расстреливать. Бах, бах. Будет нелегко, и это факт. Ну, вот Топариш, он продолжает проверять Рошана. По кулдауну просто закидывает туда ульты. Кстати, у аппарата через 300 золота будет огонь. Хвапа на Топе, к сожалению, прожала БКБ, имея 50 КП. Ну, бывает. А зачем так делают игроки? Он получил ульт полный на максимальный дэмэдж. Не, ну, из Шаду Блэйда, я так понимаю, да, он получил. Но это рефлекторно тогда срабатывает, тут ничего не скажешь. Блинк Даггер, хорошее приобретение от Фантом Лансера. Он понимает, что если он ошибется, хотя бы разочек с позиционкой, его могут все-таки застрелить. Поэтому ошибаться он не хочет явно. Хочет просто напасть на какую-то дровку, добраться до него в упор. Тогда действие марксмэншипа прекращается. И все. Да, и действительно, зайти на хайграунд тоже будет намного проще, когда есть блинки Крит. И как хорошо ты выдели оба ультимейта, а? Да, там была попытка зацепить за бока в центре. Я не знаю, почему отказалась дровка от этой затеи. Так как было видно, что два героя месят Рошана основных. То есть Виверна с суперкрутым дизейблом и основная смерть Фантом Лансера. Ну, хотя тут еще и СФ есть, возможно, его испугались. Да, СФ опять... Боже, СФ с руной Инвиза и с Лотаром, и со всем. Он же в этом Инвизе натворил чудесов в этой игре. Ого-го. У него, кстати, появился Афскаде уже. И Аганим, кстати, появляется у Джулда на 26-й минуте на Парижине. Лол! Не, ну я говорил, что ему там 200 золота осталось. Мидас хорошо работает. Ну да. Ну, окей. Тяжелее будет. И Меркель опять идет в Инвизе. Как же он надоелся с Инвизом. А у него, кстати, два Инвиза есть. Шэдоу Блейд и Боттл просто Инвиз. Тебе насчет, чтобы монтаста давала Инвиз и СКАДе? Да, и прям был бы Инвизный четвертый слой Сумрака. И Смоук еще поверх. Пять слоев Сумрака. В Инсепшене просто. Инвиз в Инвизе. То есть тебя даже Баунти Хантер не видит под треком. Слушай, я придумал новую наркоманскую механику. Давай. Чтобы герой уходил в Инвиз на время совершения атаки. Фантастика. Офигенно. По-моему, тебе надо свою игру сделать. Не, именно вот просто. Понял, типа... Ну, я понял. Мигал, мигал. Я думаю, это замечательная идея. Айсфрог, лови. Идея на миллион. Новый герой. Как Рики, только наоборот. Так, ну смотри, что у нас происходит. У нас происходит то, что Миракл бродит здесь в своем шоу дубле. Ну, кстати, мы понимаем, что его тут не видели. Поэтому просто инстинктивно разбежали с Менецки. Так, ну что, Ку-ку. Пытается уйти. Ну, зажали OG, понятное дело. Но сами пока не совсем понимают, что им делать. 20 тысяч голды, 20 тысяч экспы ведут. Ну, все, что надо есть. Понятное дело, что надо подойти вот сюда вот и бить тавер. Как только кто-то подставится на него прыгать. Там Ку-ку просто прыгнул на low ground и сдох. Как тебе это? Ну, лол, ну нельзя же так делать. Он просто блинканулся на low ground и просто умер. 50 секунд нет Квапы. Зачем вообще выходить с базы? Там Виверн тебя может поймать, там Сталкер тебя может поймать. Я его поймал СФ. Застанил и убил. Точнее не застанил, просто дал 4 удара и умер. Умерла Квапа. Куда? Куда вообще прыгать? Я просто видел, как Квапа там классно ушла из лесу. Типа, залетела на базу. Думаю, ну нормально, сейчас будут обороняться. Ага. Ну пошел дэмэдж по тавору, по двум таворам одновременно. Потому что No Tail на топе немножечко смоделировал атаку. Типа говорит, я сейчас буду сюда заходить. Ну и пошел Miracle. И вот дэмэдж по вышечке. Есть Guardian Greeves. Есть на него Glimmer, если что, заюзан. Заюзан был только что Glyph. Ну и продолжает Miracle бить. На этот раз вышечка упадет, понятное дело. Джесси Вош, Сталкер правильного дал. Ну не забываем, что СФа две жизни. Да, СФ пока на морозе просто ломает здание. Вот только появилась там у нас Квапа. Квапа должна идти в замес. Ну нужно ловить хотя бы кого-то. Ну Райор без маны. Ничего он сделать здесь уже не может. Ну вот, Квапа две тычки поймала, чуть-чуть не погибла. Да, это больно. Ну Miracle очень уже силен. Этого СФа тут, по-моему, не взять ничем. Ну покайтить можно, как-то постараться. Все-таки дэмэджа с руки хватает у Минески, но... Ну сторону забрали, в итоге OG, они уйдут и будут забирать другую сторону. Но у Тейл еще маны OG Сивоша позабирает. Может быть даже уйдет. Куку, иди сюда. Да, ну и Куку, давай у тебя ману позабираем. Там Куку больше ХП, наверное, даже позабирали. 400 осталось. Это печально сейчас. Защита от Минески, ну, как-то надо. Как-то можно постараться. Ну, я не знаю, с чего надо начать. Вот со Смоукой в спину зайти, нет? Или под ультом аппарата вы же можете подраться, ребят. Вы же можете. Давай, ульт аппарата хороший. Дай ульт. Вот же мой ульт аппарата просто в молоко. СМ заходит за мест. Тут же Винтерскерс и рученькой, рученькой Миракл уничтожает всю уражескую команду. Да, конечно, на пару с Ноутейлом и Гудгейм. Команда Минески. Да, Минески покидает турнир. Занимает такое же место, как и Тима Ноу на 9-е, 12-е. Ну, в принципе, я думаю, для них это тоже успех. То, что они вообще были в сетке Винеров. То, что они вообще вышли на мажор. Да, ну, то, что они вышли на мажор, это да. Минески мы скоро увидим опять. Мы их увидим на саммите. Ребята отобрались, кроме мажора, еще на саммит. Так что для них вот этот мажор появился таким интересным. Ну, вот Ноутейл, понятно. Ноутейл работу свою сделал. Да, радоваться особо тут нечему. Выиграли. В топ-8 вышли, все нормально. Завтра в топ-8 будем играть с Альянсами или с Витус Про. Там будет серьезная дота. Для ОГ топ-8 это не результат. Это понятно. Топ-8 их не устраивает. Я думаю, там минимум настроено топ-4. И любой результат ниже топ-4 это будет считаться для них неудачным результатом.